так традиционно жду подключения потом начинаю без умолка говорить все вижу всем привет дорогие друзья доброе утро кому-то из нас если честно то сегодня я точнее вчера я призывал каждого из вас лечь пораньше спать в карантинных условиях чтобы не пропустить этот эфир и что вы думаете я сам чуть все не проспал меня зовут константин тарасюк и это аккаунт телеканала жара и сегодня у нас интервью господи боже мой самой надей дорофеевой с иконой икон современной поп-музыки конечно не будем уходить в религию без нее сегодня как-нибудь обойдемся просто скажем что надя дорофеева девушка действительно позитивная обаятельная талантливая и что-нибудь новенькое сегодня мы точно про нее узнаем наверняка огромное количество фан-клубов уже знает достаточно много про нее но сегодня что-нибудь новенькое обязательно попробуй разузнать и прежде чем надя подключиться к нам в эфир я хочу традиционно вам напомнить про нашу прекрасную акцию вот она внимание мы вместе с благотворительным фондом созвездия добра хотим поддержать врачей которые в это нелегкое время борется с коронавирусом спасают наши жизни благотворительный фонд созвездия добра запустил программу оператор добра если вы врач или среди ваших знакомых есть врачи и медицинские работники пожалуйста заходите по ссылке которую вы уже можете увидеть у нас в stories и пишите чего именно не хватает вам и вашей больнице маски перчатки медицинское оборудование горячая еда акции оператор добра действует по всем регионам нашей большой страны и врачи не забывайте главные герои нашего времени и так друзья вы я вернулся в полном объеме я прошу всех тех кто из моих знакомых друзей сейчас смотрит интервью точнее возможно не смотрит а что-то пытается мне написать позвонить не делайте этого не срывайте интервью потому что я уже увидел много сообщений все я с водной частью закончил теперь мы готовы уже видеть здесь в рядах нашего интервью надю дрофееву а я знаете что сделал а я пойду в банк и так встречайте о господи реально всплю сам почти что дайте мне допить хотя бы чаю привет привет я сама не ожидала если честно что она так быстро подключится я всех вызывал вчера ночью пораньше лечь спать потому что самоизоляция все понятно в 4 в 5 в 6 и сегодня проснуться и не проспать что ты думаешь я вчера еле заснул в 5 утра потому что я готовился к интервью и я сегодня еле встал я просто я не понимаю что ты прям готовился я должна напрячься почему нет нет я тебе открою один секрет честно во первых у тебя какой-то ну помимо того что колоссальное количество всевозможных фан-клубов поклонников я молчу это я опускаю насколько они активны и как они старались задать свои вопросы я тоже не говорю потому что это очевидно но честно когда я готовлюсь к интервью я просматриваю как минимум штук 5 интервью предыдущих с артистом и пытаюсь что-то такое найти вот знаешь особенно какие-то характеристики но как только я что-то нахожу для себя интересно я сворачиваю интервью открываю другое из-за тебя не заснув 5 до 5 утра потому что я не знаю каким магнетизмом обладаешь ты особенно вместе с володей когда вы все ты погружаешься ваши слова ваши поступки размышления от этого позитива какого-то внутри который царит в себе какой-то доброты я не могу оторваться от интервью хоть мне даже знаешь невозможно это и не очень-то интересно знать но я слушаю и я вчера уже такой сюжетом да господи да хватит уже можешь что-нибудь такое нудное начать говорить неинтересно и я засну но нет мне пришлось выключить какой-то момент вот очень приятно спасибо огромное я надеюсь что сегодня у нас будет не менее интересная беседа всем спасибо кстати кто с нами кто присоединился ребята я вижу вы там ждали писали надя надя мне безумно приятно так а всем приятно что ты думаешь что тебе приятно нам тоже конечно мне приятно начинаем мы традиционно с небольшого блица абсолютно разные темы и еще это такое легкое добавление я прослушал несколько твоих блицов которых ты уже принимал участие в разных интервью нет повторяться я постараюсь максимально не повторяться даже сегодня утром очередной интервью увидел вычеркнул пару вопросов хотя бы новенькими для тебя вот поэтому поехать можешь отвечать коротко но желательно развернуто поехали какую вредную привычку ты обрела на карантине не делать маникюр это очень много вопросов дабл на эту тему тут жесть посмотри что происходит вообще я это стиль это новый тренд сто процентов надя дрофеева с таким ноготками все это масса я очень переживаю насчет этого я очень а сама не пробовала домашних условиях слушай ну вот я мне просто мой мастер сказал что лучше этого не делать потому что ногтям будет капец и я содрала все-таки два ногтя и я поняла почему она мне сказала вообще не прикасаться теперь больше их не трогу поэтому теперь он меня выглядит вот так вот уродски но ничего да ладно классно идем дальше что сделаешь первым делом после карантина и после маникюра я безумно хочу пойти в кафе вот правда мне хочется видеть людей я люблю людей и мне очень тяжело честно говоря быть вот без такого без общения с моими любимыми друзьями они у меня все супер творческие знаешь я как будто питаюсь их энергии периодически я честно скажу потому что они они сильно вдохновляют у меня разные друзья кто-то занимается каким-то бизнесом кто-то я не знаю там музыкант кто-то там спортсмен и я каждый раз слушаю все эти истории я как будто жить начинаю гораздо веселее и у меня больше стремлений знаешь это как мы вчера посмотрели фильм про nba про chicago bulls всем советую посмотреть эту документалку нетфликса и вчера и мы там и прослезились 300 раз потому что я увидела как тяжело ребята работали чтобы майкл джордан стал стал майкл джорданом дэнис ротман дэнис ротманом как они много работали и все остальное короче общение сильно заряжает и мне вот этого безумно безумно не хватает поэтому первое что дело на общаюсь со всеми а второе это я помчусь на студию потому что очень хочется писать а вы смотрели на английском с субтитрами или с переводом мы смотрели с субтитрами блин подожди я не помню честно ты задал вопрос а может я обманула может быть может быть но пусть это будет на твоей совести давай идем дальше было когда-нибудь стыдно за свое выступление да здорово помнишь да такое было не одно от самая самая свежая когда было несколько лет может быть назад ты знаешь у меня бывает если я говорю о сцене именно вот как выступление группы время и стекло то там уже все так выровнялось и все окей а бывает же у меня не только такие выступления бывают разные артистические проявления например в разных проектах и такое вот бывает недавно я вообще сама к себе безумно безумно самокритично поэтому блин я к себе придираюсь жутко каждый раз я вообще себе не сильно нравлюсь знаешь но ты нам тоже не очень поэтому приходится идем дальше читала тайком сообщение или директ мужа не идем дальше последняя песня которую ты добавила свой плейлист ой хорошая сейчас подожди-божди а можно блин если я выйду у меня сразу в смысле я выйду из эфира да если я посмотрю а мне кажется будет приостановлено видео блин такого дела нам самим интересно так просто подвисел значит и здесь это бойфренд селена гомес мне очень понравилось как сведена песня именно звучание сведения и мне очень нравится как записывает ее вокал он у нее часто очень такой знаешь сухой и и его слышно как будто она на ухо тебе поет ее классно сводит мне очень нравится хорошо просто обычно по последней песни человека можно узнать о человеке потому что чаще всего это какая-то неудобная песня которая вдруг почему-то залетела в ухо и ты не можешь избавиться скачиваешь потом удаляешь и вот обычно последние песни всегда подводят воровала когда-нибудь в магазине когда мне было девять лет я украла в крыму мы отдыхали угловое село называется угловое я там такие наши не совсем магазину при лавочке возле моря я украла жвачку я потом очень страдала много лет по этому поводу а во время отпуска например там гулять с волой что-нибудь ой какая хорошая ракушка нет я я такое ссыкло вообще во всех вопросах я директор паники у меня есть еще вторая кликуха директор паники я боюсь это делать если вижу что кто-то хочет что-то своровать например кто-то из нашей команды после концерта например но самое популярное я обманула я один раз уперла бокал потому что но я просто с ним вышла заговорилась короче вот так вот вышла со своим любимым напитком латте и ушла и не вернула бокал ну ладно простите давай дальше тебя называли плохой девочкой хорошо выдавливала у володи прыщики да а ему можно выдавливать я пыталась ему объяснить что но вот этот один мы тут я тут я говорила этот этот один можно он вроде как черненький я его так чуть-чуть и он доверял мне я один а потом говорю ой я случайно заметила еще один короче в итоге он меня уже отгонял от себя я очень люблю это дело хорошо давай дальше но кстати вы ребята в ни в коем случае не давите прыщи вообще особенно на лице это опасная прям штука так нельзя делать ну на спине давите на спине можно на спине окарайс никто не видит проиграла что-то крупное на спор а вообще спорила да конечно мы с позитивом недавно спорили я обычно выигрываю в спорах с позитивом он пытался значит взять меня на понт я я уверена была в своей правоте он горит если ты проиграешь что выйдешь ты не будешь брить подмышки две недели и выйдешь так на сцену ты проиграла не конечно я бы не спорила на такое а еще у нас был прикол тоже мы спорили и тоже я выиграла значит он захотел чтобы я вышла в накладных усах и просто работала первый блок концерта вот в тупую с накладными усами и никак не комментировала бы это ну просто вот я вышла с усами и вот лопаю концерт жалко этого не было идем дальше я думаю кстати что мы можем поиграть с группой мы же поедем все таки в финальный тур и я думаю что мы начнем прикалываться на каждом концерте финальном туре друг над другом над балетом над всеми обязательно так слушай ну раз ты начала просто нет нет потом вернемся сейчас уйдем в группу идем дальше тебе присылали голенькие фоточки конечно а ты так ну да кстати прислали раньше очень много а сейчас как-то реже стали даже грустно знаешь ну как так но это было интересно всегда причем фотки были всегда супер специфические например моя любимая фотография это чувак прислал фотографию себя и он в чулках тигровых тигровых чулка ну и там все видно было а вы с володей вместе смотрите прикалывать я и да я ему приношу говорю зацени вообще ладно давай дальше втягивала живот на фото да 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 кстати у меня кстати постоянно это не удается в связи с этим у меня уже статей 20 что я беременна это дает я знаю 30 раз ты беременна 50 раз там детей мальчики девочки но но ты все равно втягиваешь живот ты же набрать не можешь никак и все равно слушай но есть специфика такая ты когда на сцене ты получается дышишь и дышишь в том числе и животом потому что это правильно так дышать во время пения вот почему часто на сцене фотографии но реально нас пузатых потому что мы вдыхаем именно сюда костюмы какие естественно обтягивающие какие-то труселя естественно поэтому получается вот такая вот дурня я недавно просмотрела концерт бейонсе где у нее две пары колгот я увидела что у нее сначала один слой и потом только второй чтобы она все четко зажимала да они там шарик как красиво чтобы все выглядело при том что я реально дрыщ но вот иногда на фотографиях может показаться что действительно животе хотя он у меня нормальный не с кубами пресса но плоский хорошо объедалась на ночь вредным да каждый день на карантине вообще жру как не в себя и плюс сколько когда уже у меня хороший обмен веществ отлично слушай я реально держусь вот нормально в нормальном весе сейчас удивительная девушка сидел за кем-то не расстраивайся вову это так бесит капец что ты не поправляешься а он поправляется а у него сколько кг ну я думаю что у него ну килограммчик сто процентов он набрал а ну то господи это кусок это маленькое сальце а мамончика не появилось у него такого ну чуть-чуть чуть-чуть ладно давай дальше следил за кем-то тайно в соцсетях ну наверное раньше да сейчас вообще это так легко ты зашел посмотрел там ничего не полайкал не подписался но посмотрел я думаю что все это делают я в том числе но ты знаешь так толком даже не вспомню за кем сейчас все друг на друга смотрят это классно давай целовалась когда-нибудь с девушками ну да так прям на сцене с Настей Каменских а а а и все и все ну вот отдать не считается ладно любишь устраивать сцену ревности так не считается устраивала постоянно сейчас а вообще нет что-то со мной произошло такое вообще ревность мне кажется с одной стороны такая знаешь бешеная ревность бешеный эгоизм и любовь и оно все смешанное и я безумно не люблю это чувство я помню что когда ты ревнуешь и когда ты начинаешь высказывать вот эти свои чувства ты превращаешься в очень неприглядного человека ну я себя сильно раздражала в этом состоянии я понимала что я ту чушь знаешь но я все равно продолжала это делать это такая безумная слабость ее мне кажется нужно скрывать и тренировать скрывать эту ревность просто скрывать она же может тебя сожрать изнутри ну да с другой стороны с одной стороны ты прав что она может сожрать но когда ты уничтожаешь человека который например ни в чем не виноват ну это это очень плохо ты еще ты можешь разрушить так свои отношения пойди к психологу позанимайся вот вот это правильный выход мне кажется не грузи ты ходила или ты сама я кстати ходила вот когда я над Вова издевалась восемь лет назад первый год я страшно его ревнувала я пошла к психологу и позанималась с ней пять раз и я помню что мне это помогло но я все равно потом надела кучу ошибок а уже нормальное адекватное поведение пришло через аж три года отношений слава богу мне Вова не бросил к этому моменту он вытерпел всю эту жесть а потом когда я перестала ревновать я поняла что все хорошо я как-то с собой сама объяснила поговорила реально все изменилось и Вова даже начал мне говорить а что это ты мне ничего не сказала я вот пошел а ты нормально и он прям первый год даже бесился представляешь привычка выработалась а вот смотри это хороший момент о том что психологу очень многие стесняются идти боятся считают что это зазорно но вот на твоем примере лишний раз дорогие наши зрители не забывайте что если совсем худо не идет самому не справиться обращайтесь это очень важно давай дальше а вот звук вернулся пропал звук вернулся пропал нет тебя у тебя нет звука я тут вот теперь тут давай ура я хотела еще добавить что я один раз вытащила из грустной ситуации книга точка фокуса я собиралась уже идти к психологу у меня были панические атаки два года назад ну вот какой-то непонятный страх смерти вот и блин это не объяснить те у кого были панические атаки они знают что что это такое это страшная фигня и она застает тебя в каких-то непонятных ситуациях и я прослушала это я не читала я слушала эту книгу и как-то видимо в нужный момент она мне попалась она о всех сферах той жизни о работе о стимуле как себя включать в работу о семье обо всем короче об отношениях и вот она меня так офигенно включила что я после того как прослушала аудиокнигу все я стала нормальным человеком у меня прикинь пропали панические атаки вот так даже бывает представляешь? как еще раз называется чтобы запомнили точка фокуса Брайан Трейси по-моему класс слушай ну это удивительно да панических атак книга аудио помогла это круто это молодец ну вот при том что да при том что она вообще не была направлена на работу с паническими атаками ну вот смотри а на карантине все-таки ты в замкнутом пространстве день сурга ты вообще как как ты вносишь разнообразие в свой день слушай социальных сетей первые первые пять дней на карантине я помню что я ну позволила себе немножечко отдохнуть и мы же начали карантинится с друзьями когда объявили карантин у нас ночевали наши друзья и мы решили что мы с ними закроемся мы же не знали еще на сколько это что и как и получилось что они у нас живут периодически уезжают к себе домой чтобы поработать потому что дома когда мы вместе мы не можем переключиться в работу и теперь они например неделю не у нас а потом на два-три дня у нас живут и благодаря этому все равно у нас есть чувство что мы как будто живем нормальной обычной жизнью это был это было супер правильное решение супер крутое и нет никакой знаешь там депрессии и всего остального и день я себе обязательно загрузила я не умею в принципе по жизни просто отдыхать и ничего не делать я сразу думаю что жизнь протекает где-то мимо меня и я значит себе придумала что я теперь буду заниматься английским три раза в неделю мне написала просто в сторис себе помогите найти или преподавателя или где позаниматься мне накидали миллион вариантов я выбрала себе учителя сейчас с ней занимаюсь плюс три раза спорт нас убивает просто тренер Нина Родзиевская мы с Вовой вместе с ней тренируемся реально это жесть у меня никогда не было такого спортивного тела как на карантине потому что у тебя есть возможность заниматься стабильно на гастролях это нереально потом я начала почитывать разные книги сейчас Пелевина читаю но это знаешь это из развития ну и конечно мы смотрим все все разные там сериалы и все остальное и модненькие всякие нетфликс и все такое и мы посмотрели Не Родись Красивой да прикинь короче началось все это с шутки Вова и Вова говорит я сейчас знаю мы посмотрим Не Родись Красивой я говорю Вова ну не гони пожалуйста короче как засосало и мы посмотрели этот сериал что полностью посмотрели? ну мы там перескочили с 70 на 140 разочек но прочитали что там было в каждой серии в кратком описании и посмотрели ну да мы такие задротики были по этому сериалу ну итог то какой тебе понравилось? очень ну мы встали готовим завтрак мы врубили Не Родись Красивой и оно там на фоне себе играет и мы вроде как смотрим прикольно на ночь смотрели ну было интересно очень понаблюдать как сильно изменилась школа актерского мастерства в сериалах они вообще по-другому играли раньше сейчас как-то все на микромимике знаешь ты чем меньше вроде как эмоционируешь тем круче а там именно театраль вот как будто ты в театр пришел вот этот сериал если ты посмотришь ты очень приколишься будешь смеяться потому что другая какая-то актерская школа которая просто сейчас изменилась но было интересно реально я отыграл но я смотрел ладно идем дальше смотри вчера я видел в интервью у вечерней Мургантия в этом по скайпу вы что говорили вы хотели поссориться но у вас не получилось и вот вопрос возник такой а вы ссорились когда больше на карантине или до карантина до карантина мы больше ссорились о как взаимопонимание нащупали ну тут фишка в том что мы чем дольше с Вовей вместе тем меньше мы ругаемся мы когда начинаем много работать и меньше видимся зарождаются какие-то такие знаешь конфликты например он привык пока я была там две недели в туре привык вставать ну грубо говоря там в восемь тридцать утра и он хочет рано вставать а я после концерта переезжала в другой город ложилась то есть мы не спали мы после концерта кушали в ночь присадились в автобус ехали ехали перевозбужденные после концерта невозможно уснуть очень тяжело и мы засыпали например там в четыре только заходили в гостиницу ложились вот в полпятого я легла спать встала и соответственно там в час дня и в общем естественно что я приезжаю домой и у меня уже другой график ужасный график я хочу я ложусь в четыре утра а Вова уже хочет спать в одиннадцать тридцать потому что он рано встает и все и на этой теме даже у нас начинается конфликт он пытается утром будить и говорит ну пожалуйста раньше встань я говорю ты что не понимаешь что я спать ну я не могу у меня организм не выдерживает и все и вот начинаются вот такие тупые бытовые какие-то ссоры на карантине этого нет мы делаем как-то все вместе знаешь у нас общие дела появились короче я считаю что чем больше времени люди проводят вместе если не считать работу и работа вместе это уже слишком мне кажется вот то это круто а вот такой достаточно интересный вопрос на самом деле уже прошел месяц даже больше этого карантина вот что нового ты узнала о самой себе за время карантина ну это не знаешь не открытие никакое для меня но я поняла что очередной раз что люди ко всему привыкают абсолютно ко всему я еще поняла что я не пропаду в любой ситуации потому что я не умею ничего ну как бы ничего не делать когда ты позволяешь себе просто зарыться и реально ну заниматься полной фигней херней ты можешь пропасть я там вплоть до гараж бенда знаешь себе скачала это музыкальная программа в которой можно ну то есть ты всегда я знаю что я всегда себе найду какое-то занятие работа которая мне будет приносить и удовольствие и деньги для меня это очень важно потому что я думаю что все паниковали когда мы ушли на карантин ну то есть по сути все остановилось концерты остановились все очень нервничали все переживали я помню что у нас были совместные беседы с офисом две недели когда а вдруг оно продлится там полгода год ну вот представь что же мы будем все делать но как правило люди которые деятельные талантливые неленивые они найдут выход и меня это конечно сильно успокоило посмотрите аккаунты сейчас как выросли какие-то трушные классные ребята очень выросли в этот момент это здорово они не остановились или в этот период наоборот они многие засели на студии и писали музыку у кого была возможность у кого есть я уверена сейчас кстати что после карантина музыканты которые себе сами делают треки они сейчас выпускают все бомбы и много музыкального материала мы не будем успевать это все прослушивать ну ты медленно но верно сама подвела к творческой теме я просто меня уничтожат фанаты не поймут порежут и так далее после эфира если я ничего не задам про творчество и конечно же первый вопрос давай про индивидуальное творчество это когда ждать что-то чего-то сольного от тебя слушай все я говорила в бурганте если ты смотрел что у нас конечно покрошились наши планы страшно это да и решение что мы перемещаем все туры сначала потому что нам очень важно съездить в этот финальный тур ну представь если группа время истекло не даст последний концерт это будет это не обсуждается это даже ну вот это очень плохо тем более уже раскупали так билеты мы понимали что нас будут ждать что мы проездили пять лет подряд туры в которых были всегда битки мы не можем этого не сделать поэтому для меня супер важно чтобы мы все-таки красиво попрощались с нашими поклонниками с поклонниками нашей группы и все мои планы какие-то они сильно сейчас перестутся вот но тем не менее зато у меня будет больше времени потворить что-то сделать поэтому просто это все смещается и оно кстати супер трансформируется каждый месяц очень меняется и мода и на музыку и на звуки и на все остальное поэтому я решила этот момент не торопить чтобы не делать тяп-ляп и чтобы прежде всего закончить красиво группу и мы же будем давать последний сольный концерт еще группа время и стекло мы хотим в другом формате его давать в другом музыкальном формате поэтому на это уйдет ну мне кажется месяцев пять шесть сто процентов а вот месяцев восемь назад в одном из интервью ты говорила что со своим стилем именно индивидуальным ты еще пока никак не определилась то ли ты ну то что это будет другое нечто это факт да а вот сейчас есть уже по исходу такого количества времени уже какая-то более определенная цель план в голове какой-то направление именно твоего сольного творчества я думаю каждый день вообще и понимаю что самое главное в своем творчестве не врать ну например знаешь бывают артисты которые были попсой а потом в один момент резко они выпускают супер андеграундный клип в других образах и получается их всю жизнь тянуло в это в это ну в такой стилек но они должны были например быть попсой и для меня идет момент переломный вот я чувствую что как будто меня обманули знаешь я знаю что мне мне нравилось это позитивное не гружащая и заряжающая история время и стекло потому что она тебя не вела никогда к депрессии это музыка которая была рассчитана на то что тебе станет весело ты захочешь потанцевать и все остальное это был формат нашей группы мне не хватает для моего сольного проекта немножечко я во первых выросла чуть-чуть смысловой нагрузки какой-то чего-то такого не хватает а так в целом все равно ты знаешь вот не эгоистично мой мозг реально сейчас занят группой время и стекло потому что ну мы просто дадим супер последний этот концерт и я это знаю там классные планы очень творческие поэтому вот действительно не тороплюсь вообще с этим своим проектом когда группа время и стекло объявила о своем завершении как группа официально скажем так у нас был просто бум на жаре в баку люди сходили с ума и спрашивали неужели в этом году время и стекло не доедет до жары в баку как говорится если состоится все а оно все состоится значит мы ждем время и стекло правильно там на жаре в баку я так надеюсь что все будет хорошо что люди перестанут болеть коронавирусом я я безумно этого жду и хочу и хочу чтобы наши все планы которые мы запланировали обязательно сбылись я просто ты знаешь я боюсь что-то говорить боюсь что-то планировать потому что но это это страх так что следите за всеми анонсами ребята я думаю что сейчас все знаешь голодные концерт конечно так еще на какой-то фест я так хочу куда-то уже увидеть коллег артистов друзей мне блин так сильно хочется я думаю что люди точно так же они побегут на все концерты как только так сразу но наверное с защитой все-таки масочек ну там уж как каждому свое главное чтобы было комфортно у меня еще такой вопрос именно еще два вопроса по группе Ага, сейчас, сейчас, сейчас. А вы все стали такими хорошими, все стало как-то хорошо, и как-то и начало вот так. Слушай, хороший вопрос ты задал, я об этом даже, честно говоря, не задумывалась. Я, кстати, думаю, что не два года назад наши отношения стали классными, ну годик, может, я неправильно там где-то сказала, годика так четыре. И все-таки у нас бывают, знаешь, с позитивом бытовые, опять же, такие же, как с мужем, бытовые моменты. Я хочу спать, ты не хочешь, вот из этого разряда. Я хочу в автобусе сейчас лечь, а Леша хочет, например, тусить и гулять. Но сейчас мы эти вопросы решаем, мы просто, мне кажется, поумнели немножечко, повзрослели. Вот чисто в этом плане что-то изменилось. Но если четыре года назад, то получается приблизительно это уже вышло имя 505, это, видимо, наверное, потому что, какой там еще, на стиле. Вот три песни где-то в этот год вышли приблизительно, и вот как раз, видимо, вы вышли на какой-то пикс, ну не пик, скажем так, а обрели ту самую популярность номер один, о которой все так мечтали, и вот-вот-вот и расслабились, да, наверное. Ты знаешь, вообще наоборот, мы с позитивом ругались после каждого концерта, где был какой-то момент, где кто-то что-то плохо сказал, или кто-то не так себе повел, прикинь, мы до сих пор с ним после каждого концерта обсуждаем. Леша может выйти наорать на балет после концерта, вы не драйвого там танцевали, и нас волнует каждый нюанс на сцене. Если где-то звукорежиссер, если где-то турменеджер вовремя не подошел, мы, может, и кажемся супер такими веселыми и незатейливыми ребятами, но все, что касается выступления на сцене, мы два нервно больных человека, которые супер серьезно относятся ко всем моментам, и это происходит до сих пор. Если кто-то что-то не так делает, у нас прямо разборки начинаются. И вот это как раз то, о чем ты, наверное, говорил, нам вообще не пофиг, каждый раз не пофиг на любые нюансы. Это вот, мне кажется, это самая большая наша такая сила, потому что мы каждый раз хотели стать лучше и лучше, лучше и лучше. Когда, например, песни становились хитами, мы не сидели, знаешь, там, ну, нормально, типа, клип вышел, ну, там есть 10 концертов, слава богу. Нет, мы, нас бесило страшно, мы знали, что мы хорошо выступаем, мы знали, что вот мы сейчас выйдем и выступим лучше, чем другие артисты. Вот у нас вот эта сила и обида за то, что кто-то там, кто-то выпустил хит, но, например, не умеет выступать нормально. И нас, ты что, нас разрывало от этого? И так теперь происходит. Каждый раз хотим выйти, показать и показать всем, какие мы классненькие и все такое. И, ну, это просто, знаешь, только лет удивлять, удивлять, удивлять. Безусловно. Поэтому хотелось бы, чтобы все попали на наш финальный концерт. Я думаю, и на финальный тур, потому что там будут слезы, я думаю, каждый раз, каждый раз такие эмоции. Мы будем петь самую первую песню группы «Время стекла», самую последнюю, в каких-то новых других вариантах. Прикинь, как это будет трогательно вообще. Давай не будем о грустном. У меня есть финальный вопрос именно по группе. Вот. И мне кажется, что фанаты его оценят. Я провел некую хронологию, опять-таки, интервью, я же говорю, я готовился. Ты классно получился, молодец. Спасибо. Вот. И что я заметил? Очень интересный факт. Вот сначала такое легкое предисловие. Карантин, я считаю, что в жизни все не просто так. Я по этому принципу живу и всегда ему следую. Судьба из нас направляется самостоятельно. И карантин для многих, для кого-то стал переломным моментом, да? Кому-то дал время подумать еще раз хорошенько. Так вот. И вопрос такой. Вот всем известный факт, что кризис группы, первый такой серьезный кризис группы, и ты об этом говорил, и Пазик говорил о том, что он наступил где-то через пять лет после начала существования группы. Как раз-таки перед имя 505, когда пошло, да? Мне не нравится, к чему ты ведешь так. Вот. А если математически посчитать, с чем у тебя проблемы были в школе, как я помню? Пять плюс пять? Десять. То есть как раз сейчас прошло ровно цикл пятилетний, и, может быть, карантин вам просто подсказывает, ребята, ну подождите вы, ну пять лет, переживите пять лет, и вы станете группой номер один в мире. То есть ты думаешь, что коронавирус настолько, мир настолько хотел, чтобы группа не развалилась? Конечно. Ну, блин, мне тоже так приятно, с одной стороны, подумать, что все это для нас, простите. На самом деле, ты знаешь, мы думали, это же решение, оно супер взвешенное, и взвешенное не одним днем и даже месяцем. Безусловно. Поэтому мы, когда встречались, когда у нас были творческие встречи, встречи на студии, написание, мы просто это почувствовали чисто в творческом плане. То есть если пять лет назад мы хотели написать другое, но мы хотели другую музыку делать, мы хотели другие треки и хотели по-другому проявиться, то сейчас пришло желание сделать то же самое, но уже не в группе, потому что мы уже сделали с Лешей все. Ну, то есть мы 800 стилей в каждом альбоме. Мы, знаешь, нас кидало в такой стиле. Мы очень любим экспериментировать с музычкой, со всеми этими делами, но мы поняли, что просто в таком формате мы ничего нового не можем делать, потому что мы настолько приучили своих поклонников к определенному стилю. У группы есть уже выработанный свой стиль, и чаще всего что-то другое, ну, очень тяжело воспринимать. Ну, не знаю, песня Дим, извините меня, но она у меня единственная, которая из ваших песен до сих пор есть в плейлисте «Скачанная», понимаешь? Люблю эту песню безумно, спасибо, что ты о ней вспомнил, я ее обожаю. Она единственная песня из нашего материала, которая лично мне не надоедает. Я ее даже могу, если она по радио звучит, я никогда ее не переключаю, все остальные свои песни я переключаю. Она слишком нежная, она слишком такая прям, вот прям, и вот она осела, она музыкальная. Вот, а мне кажется, это самая ваша музыкальная работа. Правда, я с тобой согласна, она мне очень нравится. Но, ну да. Так почему не попробовать новый стиль кардинально, еще какой-нибудь попробовать? Вообще честно, ребят, вот на песне Дим надо было завершать. Вот на ней надо было завершать, я к чему? Не потому, что другие песни плохие, а потому, что это была бы феноменальная точка. Слушай, ну, возможно, ты прав, кстати, но тогда мы еще, честно говоря, не были готовы. И мы тогда еще не дали концерт во Дворце спорта, в котором собрали 10 тысяч человек. Это была наша первая большая такая площадка, и мы к ней готовились полтора года. Мы так ждали этот концерт, и мы там просто... Посмотри, кстати, уже есть на нашем YouTube-канале. Ты думаешь, я не смотрел? Ага. Так, конечно, конечно, конечно. Конечно, я и смотрел, и выступление Монатики, Дима, в Олимпийском. Ты что, это... Это... Я от вас ждал реально шоу, понимаешь? Поэтому я смотрел. Потому что я думал, что, ну, вы обязаны сделать шоу. Ну, вы сделали шоу, что уж греха оттаять. Давай ты сказал про музыкальную песню. Я хочу сказать все это про нашу последнюю песню «Навсегда, никогда». Когда вышла песня «Дым», мы думали, я очень топила за песню «Навсегда, никогда». Потому что она была моей, ну, реально самой любимой. Самой музыкальной. И вот я сказала, что мне старят 10%, 10%. Я сказала, что «Дым» моя самая любимая песня, но все-таки с ней за лидерство борется песня «Навсегда, никогда». Она для меня... Вот она для меня самая музыкальная. И по звучкам самая такая модная, необычная. Я тебя умоляю, вот сегодня, вот после нашего эфира, пожалуйста, послушай ее еще раз. Хорошо. Либо вот послушай, и все послушайте. Очень люблю эту песню. Хорошо, договорились, обязательно это сделайте. Я в эфире, да. Я видел 10%, я уже понял намеки Володи. Будем ускоряться. Осталось буквально пару вопросов. Первый, для меня очень интересный на самом деле. Чью, вот во время карантина, чью музыку вы чаще слушаете дома? Твою или Володину? Мы не слушаем наши песни вообще. Нет, нет, нет. Я не про ваши песни. Боже, упаси, свои песни слушай. Что-то на футболизм. Чей плейлист, да, чью музыку слушайте чаще. Больше. Смотри, Вова это человек, который слушает очень необычную музыку. Например? Любит по-советским старым олдскульным песням пройтись иногда. И вот он меня недавно включил, и это очень прикольно. Ну, не совсем по-советски, там 90-ки, 2000-ки. Понятно, идеальный музыкальный вкус. Продолжай. Пил не пару. Сквозь сумманы дорог. О-о-о! Давай. Так начну, при встрече я, а пока смо... Вот это все он любит поставить. Потом братьев грим. Но это я уже тащилась под братьев грим. Хлопа ресницами и взлетай. Ты что, ты можешь продолжать? Я сейчас буду подкидывать тебе. Да. А я люблю что-нибудь новенькое. Я слушаю, естественно, скриптонита. Мне очень нравится все, что он делает. Я считаю его гениальным музыкантом. Я прослушиваю все время разные плейлисты, и рэпчик, и все остальное. И попсу слушаю. Так чья музыка в доме превалирует? Я больше музыки включаю, а Вовка включает какие-то классные фильмы, находит. Он у нас отвечает именно за то, что мы будем смотреть вечером. Кинозал наш. А я просыпаюсь, и первое, что я делаю, я проснулась, пошла умываться, и сразу у меня звучит музыка. Я просто обязана дать дань уважения твоим поклонникам, и буквально 3-4 лучших вопроса от них в нашем инстаграме. Мои мальчики, они такие у меня крутые. Они фантастические. Они просто великолепные. Например, вот кто-то постит видео со мной, неважно какое, а потом звонят, говорят, боже, фан-клубы просто нереальные. У меня столько, говорит, отметок. Короче, они крутые ребята, вы все сумасшедшие. Спасибо. Они умницы и молодцы. Итак, первое, планируешь ли записать песню на английском? Просто коротко. Да, я хочу записать песню на английском, да. Отлично. Где хранятся подарки от поклонников? Это спрашивает Додок Рид, чтобы потом не говорили, что я... Слушай, мне недавно прислали неоновую выписку All You Need Is Love. Это моя первая татуировка. И хранится она. Вот я ее скоро дома прибью уже. Будет дома. Классно. Классно. Идем дальше. Надя Дорофеева 2.0. Правда ли, что скачивала ТикТок, не планируя снимать что-то там? Нет, планировала. Планировала. Понятно. Обманула, видимо. Время и стекло выпустят еще последнюю песню? Я считаю, что все-таки последняя песня у нас выпущена уже. Но это будет... Ну, я не знаю. Я думаю, что мы можем что-то сделать еще какое-то, но не позиционировать ее как вот, держите новость. Ну, как бы творчество. Это просто нехватка творчества. И захочется что-то подарить, возможно, да. Не искрешай. Плактерилия. Господи, прости, если неправильно назвал. Кому из певиц доверила бы Пазю на исполнение дуэта? Класс. Пазю? Да. Блин. Но я бы очень хотела увидеть Пазика с кем-то. Это было бы действительно интересно. Он бы по-другому раскрылся. Потому что каждый дуэт, знаешь, у меня был с Монадиком, со скриптонитом. Он реально тебе приносит какие-то новые краски. Леше было бы, я думаю, суперполезно. И он бы мог украсить любую девочку. Любую вообще. Ладно. Таня, нижнее подчеркивание, Петрова, 2006. Жалела какой-нибудь татуировки? Нет. Нет? У меня тут на мочке ухо есть, видишь, недокрестик. Ага. И вот он все время такой размазывается. И он странный чуть-чуть. Но я все равно не жалею. А его же можно как-то свести тогда в конце концов? Блин, ну можно, но я не хочу страдать. Вот, видишь, оп, и нету. Главное, чтобы не лезать волосы. Нет, нет, нет. Ну что, Наденька, спасибо тебе огромное. Я тебя не буду отвлекать. Сейчас телефон разрядится, будет еще хуже, не попрощавшись. Я уже за ряду поставила. Слушай, мне было очень интересно. Спасибо, ты подготовился. Это приятно. Тебе не все равно? Ты молодец? Конечно, нет, конечно, нет. Как тут может быть все равно? Мы же делаем не для себя в первую очередь, а для людей, чтобы им было интересно. Поэтому, Наденька, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что твои фанаты хоть что-то новое о тебе еще узнали. Если это вообще возможно, с таким количеством фан-клубов, поддержки. В общем, мы ждем, когда этот карантин уже. Ребята, пожалуйста, все думайте о своем здоровье обязательно, защищайтесь максимально, как только можете. Постарайтесь соблюдать вот эти все меры предосторожности, которые мы все знаем, потому что, ну, будет обиденько выйти из карантина и сразу заболеть. Это тоже неприкольно. И все ждем вас обязательно на наших концертах, потому что мы обещаем, что это будет очень-очень эмоционально. Это будет круче, чем любое просто шоу, знаешь, в которое там вкладывается миллион денег. Это будет эмоция, а ради этого мы живем. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Жара, спасибо. Спасибо, Надя. Пока. Пока-пока. Молодь, привет. Привет. Ну что, это была феноменальная Надя Дорофеева. В общем, с вами была Жара ТВ, аккаунт Тарасюк.тв. Константин Тарасюк, Жара ТВ. Смотрите, надеюсь, вам понравилось. Уверен, что вы что-то подчеркнули для себя новое. Мне было очень приятно общаться с таким светлым человеком. Вам было приятно слушать такого светлого человека. Мы обязательно увидим и этого светлого человека, и позитива на наших фестивалях. Потому что пока существует группа «Время и стекло», мы максимально будем стараться смотреть и видеть их на всех всевозможных фестивалях и концертах. Всем спасибо большое за внимание, за ваши комментарии и вопросы. Мы все видели, но не все успевали задавать. Спасибо. Подписывайтесь на нас. Я должен был это сказать. Увидимся. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok